Наш Вартан Гражданка рыжая была, И Вартана полюбила, как с ума сошла. И она так говорила среди англичан, Я, говорит, таких красивых сроду не встречал. Мы с тобой должны жениться, кстати, чтоб ты знал, Мой отец большая птица, лорд и адмирал. А Вартан сказал, гражданка, я вас огорчу, Лорды морды я не знаю, жениться не хочу. Англичанка бедный, стала красной, как трамвай, Лишь спросила, почему? По-английски, why, I don't why, 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 why? Ну вот, операция пришла, да, почти. Нет, еще не все. Ну пока. Как будто вчера встречались, правда же? Ну да. Только сердечко выскакивает вот так, да? 15 лет уже он снимает нас. Я так думаю, у вас уже все знают. Конечно. Поэтому мы и отдаемся вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Проходите, пожалуйста, субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это полное название? Дипломе, да. Дипломе, да. У вас такая же профессия, да, профессия? У меня, да. Я полагаюсь на мужа. А специалист назывался электропривод и автоматизация промышленных установок. Вот. Это уже более развернутый, так скажем. Скажите, пожалуйста, вы помните, кто лучше всех писал шпаргалки? Конечно, да, это была Зайцева, Оля. У нее было так каллиграфически все написано. А еще у нас была Галя Пернякова, у которой были всегда большие карманы, и туда все складывалось аккуратно или на ногах. Ужас, ни разу не плыву. Было, было, да. Если бы не эта специальность, то кем бы вы были? Здоровья не позволила, судоводитель. Я однозначно хотела быть администратором крупной гостиницы, а в данный момент хотела бы ее иметь. Великолепно, неплохо, очень неплохо. И тогда последний вопрос. Что бы вы сказали себе, студентам? Надо гулять по полной программе. Ну, конечно, успевать учиться. Надо продолжать было учиться. Гулять, пользоваться всеми моментами. Не спать. Везде всегда ходить, все познавать. Везде, все и всегда. Надо было продолжать учиться еще лет пять. И было бы нормально. Весь лет? Да, минимум, да. Это прям то, что надо. Спасибо вам большое. Тем более нам пенсию продлились сейчас. Уважаемые гостиницы, выходите, присаживайтесь. Встречайте. Встречайте. У него на виниле и проявляют воли. И мы на стене. И ночью на пляже он вдруг мне скажет о том, как сильно в меня влюблен. Я резко нажму на стоп, но между нами ток. И я почувствую, что этим летом я влюблюсь. Мама, этим летом будет все, о чем я мечтала. Ночью танцы поглубной и пьяное утро. Этим летом знаю, что все будет круто. Этим летом я влюблюсь. Этим летом я влюблюсь. Который день не обновляю соцсети. Мои подруги всерьез обеспокоены этим. А мне так спокойно, когда смущаюсь невольно. Он читает мне гайно. Мурашки по коже нет. Все это не нужно мне. Какой-то нелепый бред. Большое счастье, что мы сегодня вот опять нашей вот этой вот уже тусовочкой такой совершенно конкретной опять собрались. Давайте, давайте мы вот сейчас поднимем вокал за нас. За наш ИТФ. За наш чудесный курс. За наш чудесный... Я ж мурашка. За наш чудесный институт. Я вас обожаю всех. Обнимаю. Давайте все. До нас. За наш эстрадный ваниль в ульте. О чем я мечтала? Ночью танцы под лунной. И пьяное утро. Этим летом знаю, что все будет круто. Этим летом я влюблюсь. Этим летом я влюблюсь. Скажите какие-нибудь слова себе вот той 30-35 лет назад. Наташка, все нормально, все правильно получилось. Получилось, как получилось. Прямо у меня аж мурашки побежали. Какое-нибудь самое-самое забавное воспоминание студенческие годы? Мне понравился очень наш вечер первокурсника. Вот он меня очень впечатлил. Не знаю, сколько он был забавный. Это было смешно, действительно. Все смеялись. Но для нас это было такое выступление, очень важное, чтобы мы должны были выиграть. И мы тогда выиграли. И я тогда вышла на сцену. Был вопрос такой. Надо было сделать антирекламу зонтика. И я вышла на сцену с этим зонтиком. Взяла с собой маленького-маленького мальчика, который был мне по локоть, наверное, рост. И я сказала, вот смотрите, вот когда шли дожди, я, например, никогда не пользовалась зонтиком. А вот этот молодой человек все время ходил под зонтиком. Ну вот, зал там очень смеялся, но я не знаю, для меня это... Ну вот, я это просто помню, как такой случай. Ты сейчас далеко В окружении гостей Льются музыка и вино, А я все жду и жду новостей. Но тебе все равно Ты где-то на стороне На душе у тебя легко Моя душа сгорает в огне, А я звонила И звонила Пожалуйста, помогите мне Столь непростой задачи. А вы, пожалуйста, дорогие друзья, отреагируйте так, как... Ну, как реагировали студенты, да, когда называли их имя. Леша Бессона. Очень приятно. Есть. Ольга Валовина. А, она еще не два, она прогуливает. Наташа Васянева. Так что она больше подходит? А, Сарин Сахарова. Есть. Олег Шпарданов. Есть. Аллах, унитого. Ой, я так. Женя Пановик. Олег Баранов. Здесь. Лариса Валова. Здесь. Юра Дурганова. Походим. Оля Целина. Здесь. Ну, Саша, Александр. Правда, что-то вы... Олег Конов. Я говорю, а он всегда что-то ставит. Олег Конов. Олег Конов. Конов. Леша Поляков. Есть. Света Стуковская. Я. Оля Измайлова. Кто-то не знал, он достал. Да. Зайцева. Женя. Игорь Рудин. Что-то не знал. Барша Васильевич. Женна Цепинок. Она же юрист. Ой, вокал. Вы же. Русина Герцанова. А ваша любимая? Любовь. Наташа Котлерова. Нюх, к сожалению. Нет, Котлерова. Давайте сейчас показать. Мы неправильно питаемся. И худеть мы не пытаемся. Вечно жрем, чего не попадя. Вечно пьем, чего нальют. И только жены наши бедные. Диетические, бледные. Одуревшие от бескормицы. Зелень вялую жуют. Сюда шашлычок под коньячок. И соус остренький. К нему желательно. Нарезать кольцами лучок. Очаровательно. Давайте поднимем эти поправки. За ваше детство. За ваших родителей. И за судьбу, которая вас предотвестит. Ура! 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 Как я рада вас всех видеть. Хорошие, красивые, молодые. Молодые. Кошмарные. Кошмарные. Скажем так, среднего возраста. Что вы всегда оставались, что вы всегда собирались. И... Ура! 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 Скажите, пожалуйста, вы помните, кто у вас хорошо писал шпаргалки? Я! Я отлично писала шпаргалки! Замечательно. И у меня всегда это получалось. Прокатывала? Не то, что прокатывала. У меня была целая система. Я писала очень маленькие шпаргалки. Очень мелким почерком. И всегда их закладывала в рукав на резиночке. И очень ненавязчиво брала в руку, где карандаш или ручка. Закладывала правую руку. Смотрела, выбирала. Вернее, выбирала, нет. Выбирала из левой руки. Закладывала ее в правую и писала ручкой. И заглядывала уже непосредственно в текст шпаргалки. И меня ловили только один раз за все пять лет. Где вы были раньше, когда я была студенткой? Что бы вы сказали себе той 30-35 лет назад? Да ничего бы не сказал. Живи дальше. Я приехал в город поздно вечером. На перроне голуби вокзальные. Мне сегодня делать вовсе нечего. Вот иду и просто отдыхаю я. Это ночь не ночь, а только сумерки за деревьями. На самом деле, мы возле второго курса жили в общежитии, а уезд в левого отряда. А вот, и девочки из Питера. Некоторые мальчики и не из Питера. Это был я. Мы жили в общежитии на невозможном расстоянии. У нас было общежития только на оборудовании. Мы жили с Жанночкой, а в соседней комнате у нас жили заяц с ромкой. У нас была такая комната. Поезд в окне. И мы, по концу нашего пребывания там, собрали какое-то количество бутылок, чтобы сдать. Все это стояло, знаете, с ровной комнатю под столом. То есть в дом было ровно такое количество бутылок было. И к нам приехала какая-то комиссия израильного комсомола проверять. Я все равно не помню. Я все равно не помню. Я все равно не помню. Все случалось, чтобы к нам дойти. Но мы их, по-моему, так и не пустили. Потому что это количество бутылок, оно было ровно, как стол. И там стояли бутылки пустые, которые мы намерялись дать. Вот такая связанная. А потом можно продолжение, да? Аплодисменты. Отлично. Отлично. В общем, она была представителем этим самым комсомола, да, у нас. Важная. Важная программа. И ходила всех подписывать на всякие комсомольские издания. И вот однажды она ко мне подошла и говорит, типа, Саш, давай подписывайся. А что, все подписываются? А ты нет? Я говорю, а что это? Нужно подписываться, там, два стола на рубля. И не знаю, как говорится. И попросили ее подписать на журнал. Я интересуюсь очень сельским хозяйством. И подпиши мне на журнал «Посев». Ну вот. Да. Она спросила, что она спросит в комитете комсомола. Ну вот. Пошла в комитет комсомола и спросила, подписать на журнал «Посев» Александрова. После этого… Подколол ее. Да. Она пришла в общаги у нас делать шмон. Ну вот. А я на свою, так сказать… Я думаю, что у нас в 2014 году свалилась такая задница, блин, а? Ну вообще… Это Александр пиноват. Ну, какие девушки, слушайте. Нас бородули нахит. Ну что, она сплошная, да? Вот. А я икону привез, так сказать. Сейчас бабу тебе поставила твою губу. На продажу. Она пришла, увидела ей икону и сказала, ага, в культ, понимаешь, отправляешь. И мне выиграть. А я икону. 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 А что эти люди все понимают? Они вообще что-то понимают, что они говорят? Ну вот. Ай-яй-яй. Да. И на самом деле я потом остался на кафедре. Работал с Иссекеном. Так и не понял. Писал кандидатству. Там все такое прочее. Ну вот. Ну вот. Вот его я запомнил. А Иссекен, я хотел рассказать дальше. Я с ним работал в зоне, потом еще пять лет. И когда нужно было лететь на мысль, потом у тебя жены, чтобы организовывать совместные предприятия, Иссекен сказал, а у меня картошка не посажена на даче. Молодец, мужик. Русский мужик, Иссекен. Моя душа сгорает в огне. А я звонила и звонила. Молчать о том, что с нами было. О том, как сильно я любила. Молчала я, а сердце ныло. А я звонила и молчала. О том, что ждать тебя устала. О том, что не начать сначала. Молчала я, душа кричала. У меня такая история с практики. Но, в отличие от многих девушек, я приходила в практику на зиме снаряде. Идет какой-то второй или третий день моей практики. 19 человек романов. Меня зовут, тын-тын-тын вызывают. Все знают, как электрику вызывают, да? В руку. Они мне говорят, ну иди тебя, Коля. Я пришла, а люди позвонили с рубки в каюту. Мерить, мерить, там чего-то мерить, на чем-то. Мерить, мерить, там что-то. И они, и они, и они, и они, и они говорят, ну, я покажу что-то. И он мне на то, что показывает. Вот этот княк. Но мне право. Они в полике сообщили всему бассейну, что из Венинграда приехала девчонка. И на сопротивление зарядственных книг, да? И к нам специально швартовались на меня посмотреть. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. 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 Естественно, всем и всем benefit. Благополучие. Давайте выпьем. За то, что встречу. Чтобы встреча нашей былиолнечающей. Чтоб нам было приятных тебя встречать. И куча всегда, как это печите. Где заканчивается. Давайте, за здоровье. Ура. Здоровья. Дez your heart. Ветер, в море буря, в море воют ураганы, в синем море тонут лодки и большие корабли, корабли. Я вот такой вопрос пришел, помню, но упускной. Я вообще помню, упускной это шикарно. Ой, расскажи нам, пожалуйста. Это не помню. Вы понимаете, за что про всех сошли все люди, осветительно красивые. Я думал, куда это было. Это точно. В общем, музыка, музыка, вот он Толкин, помните, наверное, да, арабейский там прочее. Да, еще вот этот самый. И пьяные финны. Я помню в соседнем зале, мы помним где это, в Кабалтийской, конечно. В соседнем зале пьяные финны. Ну, пьяные финны. Ну, пьяные финны, я думаю, вот эти финны вроде бы капиталисты, но мы-то гораздо ярче, гораздо приятнее этих финнов. Спасибо вам большое, дорогие, что вы есть. Вы говорите столько, как родители. Я вам просто, ну, перед этим, он гречек, ну, дня три так, все сокручиваем в памяти. У меня только... Чего? Ну, знаете, вам что-то, несмотря на то, что все будет хорошо, все будет хорошо. Зачем преподаваться? Я просто вспоминаю наших преподавателей, которые были классные люди. Но они такие со всех сторон образованные. Я просто один пример вам. Я не знаю, как они нас учили, но учили легко. Нормально учили? Легко они нас учили. И вот я помню, у меня в комнате был такой профессор Попов, который занимался там сложными вопросами. У него был такой спитер высокий. И помню, как он рассказывал, как он ремонтировал часы на лекции. Он подрабатывал ремонтом часов. Помните? Нет. Он рассказывал, говорит, я, говорит, часы... Идет лекция, я разбираю часы там, у кого-то там обратно, чтобы заработать. И у меня эти все шестеренки в разные стороны разлетаются. Я как и все, мы ползая, забираем. Я, конечно, не согласен, что нас учили плохо и хорошо. Я знаю, что я в профессии 100 коллег, в школе этой профессии. И если я не нахожусь, то, соответственно, они учили нас правильно. И классно учили. Легко. Где-то с юмором, где-то с машином, где-то люди были, вообще, друг, ну, какие люди, потому что... У меня, кстати, даже сейчас, как и так, жалко, мы теряем. Поэтому, если мы все эти люди, значит, нас учили правильно. У всех текст будет одинаковый. Всем хорошо известное произведение «Наукоморье, дуб зеленый». Да, все прекрасно его знают. Я просто на всякий случай вам дам текст, помогаю читать. Вы начнете читать. И в этот момент я вам буду говорить, в каких предлагаемых обстоятельствах вы читаете это стихотворение. И вы должны продолжать читать, отыграть поставленную вам задачу. Как будто вам очень холодно. И днюю kittyent. Все мои дочки кругом идет на право и забудет. Как бы сказали, что на левую сказку говорит. Как будто вы очень хотите пить. Я учути сам. Салка на ветвях сидит. На мешание передавайте и продолжайте. Ну, славка на ветвях сидит. Там лес средой, верхний полный, там насыряют прыгнут волны. Как будто вы баллотируетесь в дом. Там берег песчаный пустой. Видите, видите, и прекрасный, чередой золотой, ясный, с ними дядька их морской. Пленяет грозного царя, там в облаках. Как будто вы торгуете на рынке. Перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. У вас истерика. В темнице, царевна плачет ужин, а пружинный полк неверно сутит. Там очень жарко. Прежде всего, я не смотрю. Премяк я пил. У моря рысь, делал дуб зеленый. Золотая цепь надубит он, и днем и ночью... Это специально для вас, вы актриса, которая перелигрывает. Идем и ночью, копричаный. Все ходит по себе кругом. Идет направо, весь заводит. Вы хотите спать и боретесь со сном. Артист, артист. Сказку говорит. Там чудеса. Ты же гнил, наверное. Там лешек вроде. Васька, как вас спит. Как вас спит. А, Васька, разве? Чё б я сбилась с сестраки. И последнее предложение. Прочитайте так, чтобы после этого хотелось поднять за это бокал. Свои мне сказки говорю. Ура! Ура! Молодцы! Спасибо вам большое. Здравствуйте, дорогие однокурсники. Я Ольга Бондаренко. Но для вас, наверное, больше привычна моя фамилия Прокина. Большой вам привет из Ростова-на-Дону. Мы распределились сюда с мужем после окончания нашего любимого лифта. И до сих пор вот здесь и живем. Володя сейчас в рейсе. Бороздит просторы мирового океана. Передаю вам от него большой привет. Мы и всех поздравляем с 30-летием окончания института. За это время каждый из нас прошел определенный путь. Чего смогли, добились. Что хотели, доказали. К чему стремились, того достигли. Желаем вам на этом достигнутом не останавливаться, а двигаться дальше. Новых планов, новых успехов, новых вершин. Всем вам и вашим семьям здоровья, благополучия, любви, счастья, исполнения всего задуманного, радости и позитивного настроя. Тепла, уюта и мира в ваших домах. Всем большой привет. Скажите, вы помните название вашей дипломной работы? Автоматизация судового дизель-генератора с помощью ЭВМ. Вы помните какой-нибудь интересный случай со шпаргалками? Писали ли вы шпаргалки, брали ли? Иногда они помогали, иногда, конечно, не удавалось воспользоваться. Понятно. Вы помните, кто лучше всех у вас писал на курсе шпаргалки? Шпаргалки? Да. Игорь Рудик. У нас есть Игорь Рудик, он классно записался по шпаргалке, так называемые крокодилы. Если бы не эта профессия, то кем бы вы стали? Надо многим заниматься, чтобы потом определиться, кем быть. Вот, например, у нас многие были бы артистами прекрасными. Вот у нас, например, в лифте один даже был цирковой артист. То есть неважно, где ты учишься, ты можешь кем угодно стать. Но это жизнь, она может вас куда угодно направить. И скажите пару слов себе, тому прошлому, 30-35 лет назад. Что бы вы себе сказали? Ну, было ощущение легкости такое, что ты можешь просто встать и полететь куда угодно, что угодно делать, заниматься спортом, пойти пиво попить, куда угодно. Сейчас такого уже нет. Сейчас ты должен как-то сосредоточиться, как-то настроиться. В общем, вы бы дали себе совет не терять время зря. Да, да, да. Пожалуйста, джокер самым умным на курсе. Самим собой нельзя. Можешь просто сказать, кто это? А я дальше отчет следующий. Александра. Александра. Самому умному Олег передает. Вы сейчас вспоминаете самому спортивному. Кто у вас был самый спортивный на курсе? Гоша Рудик, конечно же. Ну что? Отлично. Гоша, самый спортивный на курсе. Самый спортивный на курсе. Вот. Дальше. Вы передаете этот самому хулигану или самой оторвенной? Еще раз. Самому хулигану или самой оторвенной? А были марши? Мам надежды. Я же не была. Собцов. Хулигану стремилась оторваться, пупыляет. Матя, девочка. Ты мой пород! Гоша. Гоша. Почему? Замечательно. Замечательно. Ваши не было. Я не знаю. Вы передаете это тому, с кем дольше всех не виделись. Маши не было. Маши не было. Вот Маш, Маш, тебе! Замечательно! Мы, когда вероятность на столу, тем больше всех дружили. Ой! Дружи меньше. Да. Это называется... Морская пехота! А вы не придадите, наоборот, чтобы вы меньше всех знали. Нет, не на морской пехоте. Только не надо грузи опять дадить. А как? Скинь, на бассейн вышли? А почему бассейн? Олег! 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 Ну, Олег тогда это все завершил. Я думаю, сделает это правильно. А кого больше всех рады видеть? Пойдемте, это уже забыть. Да, это хорошо. Пойдемте, всем! Пойдемте, всем! Пойдемте, всем! Замечательно! Пусть всех за вас! Я думаю, вы всех вокруг очень рады видеть. Молодец! Молодец, Олег! Пойдемте, рассчитывайте! Пойдемте, рассчитывайте! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok